Министерство обороны России показало кадры работы специалистов Фельдъегерско-почтовой связи в зоне проведения специально-военной операции. Военные почтальоны доставляют письма и посылки на передовую бойцам от родных, близких, школ и волонтерских организаций. Фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных сил Российской Федерации является единственным и уникальным способом доставлять все виды почтовых отправлений прямиком в зону специально-военной операции. Мы это все принимаем, расфасовываем, развозим до воинских почтальонов. В каждой своей воинской части есть воинский почтальон, а дальше уже раздают они. Военнослужащий также имеет право отправить личное письмо домой. Для этого бойцы обеспечены всеми необходимыми принадлежностями – почтовые конверты, ручки и бумага. Написав письмо, солдат передает его воинскому почтальону своей части, а тот через фельдъегерскую почтовую связь по каналам Почты России высылает адресату. Сроки доставки могут быть разными и порой затягиваться, но сотрудники воинской почты понимают важность связи на фронте и стараются не допускать задержек. Родители тоже отправляют фельдъегерской службой, пробуют отправлять письма и все доходит. От детей тоже получаем письма. Каждый ребенок старается что-то от себя приятное для солдат написать, сделать какую-то поделку. И это очень приятно. И тепло на душе сразу становится. Если граждане не знают номера воинской части, где проходит службу адресат письма, им необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Для выяснения данной информации понадобится фамилия, имя отчества военнослужащего, дата его рождения, а также каким военкоматом он был призван. Предоставляются данные только ближайшим родственникам. Это родители, опекуны, супруги и дети. Помимо письма, бойцу можно отправить также и посылку. Информацию о том, что можно отправлять на передовую, следует также уточнить в военкомате. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...